Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». Сегодня будем говорить об одаренных детях. И поможет нам в этом Татьяна Александровна Хмелевская, директор Центра выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области «Алые паруса». Татьяна Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, собственно говоря, давайте, наверное, начнем, может быть, немножко с итогов работы прошлого года. Потому что, ну, вот такое пограничное время, когда об итогах еще говорить можно, ну, о планах на будущее, в общем-то, тоже. Ну, в полной мощности Центр, наверное, работает третий год. 23-й год был вторым годом, когда Центр работал уже в полном объеме и по определенным направленностям. 23-й год был для нас достаточно плодотворным. Мы реализовали более 240 образовательных программ для ребят, как базового, так и продвинутого уровня. Всего на образовательных программах в Центре обучилось более 8 тысяч ребят. Центр у нас достаточно большой, то есть, кроме здания на университетской набережной, у нас еще есть кампус в селе Крестово-Городище, где ребята у нас обучаются и отдыхают в течение всего года. То есть, у нас еще, кроме реализации образовательных программ, мы реализуем профильные, интенсивные смены. Ну, то есть, такой, как загородный лагерь, получается. Да, это загородный лагерь, куда ребята выезжают, к ним приезжают педагоги. Зачастую педагоги проживают тоже у нас в кампусе. И идет такая вот интенсивная предметная подготовка и для участия в конкурсах, и, соответственно, для того, чтобы прокачать свои знания в какой-либо предметной области. А вообще, по каким направлениям работает Центр? Это, ну, в каких направлениях вы являете детей, наверное? Центр вообще работает по образоподобию образовательного центра «Сириус». Аналогичные центры нам есть в каждом регионе. В 2024 году открывается, вот, скажем так, уже завершающий такой вот виток открытий центров. То есть, мы реализуем образовательные программы в области наука, спорт, литературное творчество. Если мы говорим о науке, то здесь у нас направленности такие, как техническая, естественно-научная. Ну, спорт, понятно, да. То есть, у нас есть и хоккей, у нас есть шахматы, у нас есть борьба. В общем, вот такая вот разноплановая у нас деятельность. А вообще, какое направление, может быть, больше спросом пользуется, а какое-то проседает? Или нет такого? Ну, здесь, наверное, нельзя сказать, да, что вот какое пользуется спросом, какое проседает. Скорее, наверное, но наиболее, если мы говорим о принадлежности образовательных программ вот к направленностям, да, то, конечно, это самое объемное такое, естественно-научное. Потому что, естественно, к наукам относится и физика, и математика, и химия, и биология. Поэтому, скажем так, вот это, наверное, самое такое вот широкое, широкий такой спектр реализации образовательных программ. То есть, вот здесь большее количество. То есть, там просто больше детей, получается. Там и большее количество ребят, да, и вот за счет того, что большее количество наук относится вот именно к этой классификации. Как, вернее, с какого возраста начинаете, так скажем, вести детей? На образовательные программы мы принимаем ребят с 10 лет. Мы планируем немножечко, чуть-чуть тоже вот расширять диапазон. То есть, работать уже и с младшим возрастом, но на, скажем так, вот мероприятиях, да, у нас принимают участие ребята и младшего школьного возраста. Ну, а так непосредственно вот 10 лет. С 10, да. С 10 до 17 лет включительно. Ну, наверное, тут да, потому что младшим школьникам им к школе бы привыкнуть еще. А тут еще в параллель чем-то грузить, наверное, сложно. Я бы, наверное, так не сказала, потому что ребята младшего школьного возраста, они очень активны. Им интересно все. И они принимают, ну, скажем, очень деятельное такое вот участие в мероприятиях, потому что ребята более старшего возраста, они уже как-то более избирательные. То есть, они уже более, наверное, сконцентрированы на себе. А младшие школьники, то есть, они очень щедры и готовы делиться своим и хорошим настроением, своим знанием, они более непосредственны. То есть, их интересует вот гораздо большее количество областей. Они пока еще определяются, они в поиске. Ну, в общем-то, не обязательно же вот 10 лет и, значит, сразу, что называется, к вам. Можно же в любом возрасте ребенку прийти. Ну да, конечно, мы просто говорим. То есть, у нас образовательные программы тоже определяют возрастной диапазон. То есть, на какие-то программы, да, можно прийти с 10-летнего возраста, а на какие-то программы уже, допустим, в 8-м, в 10-м классе. Потому что это тоже идет градация учебного материала и внутри образовательной программы. То есть, здесь как бы дополняет школьную программу? Наши образовательные программы по своему содержанию выходят за предметы федеральных и государственных стандартов. То есть, мы даем знания за пределами школьных учебников. То есть, это уже так продвинутый уровень, так скажем. Да, но даже базовый уровень, то есть, он тоже за пределами школьных учебников. То есть, он базируется на этих знаниях, но ребят уже, педагоги, учат основам исследовательской деятельности, ориентирует их на проектную деятельность. У нас уже больше, наверное, какой-то практической составляющей, экспериментальной. То есть, ну это не запутывает детей? Конечно, нет. Ребятам, наоборот, это очень сильно помогает. И помогает им, ну, наверное, более полно тоже погрузиться в предметную область и увидеть, скажем так, максимально интересные составляющие, да, учебного предмета, да, и уже понять, где они смогут тоже эти знания применить. Понять, скажем так, почему происходят те или иные, допустим, явления в природе, почему определенным образом работает техника. Ну, в общем, в любом случае, чем раньше заинтересовать ребенка... Конечно. ...тем лучше. И вот это вот как раз, мне кажется, момент, что выходит за рамки школьной программы, это такой, ну, мощный плюс. Потому что, ну, если бы там параллельно оно шло, вроде бы и в школе это, и в алых парусах это вроде одно и то же. С одной стороны, конечно, как говорится, повторение мать-учение, но хочется же что-то нового постоянно. Поэтому детям, наверное, нравится. Да, детям очень нравится, и у нас, в общем, ну, у нас очень хорошее техническое оснащение, и оно как раз позволяет ребятам экспериментировать, получать вот больше практики. Ага. Насколько вот именно практика сейчас важна детям? Практика, она важна всегда, и важна очень сильно, скажем так, вот интеграция теоретической подготовки и того, что ты, соответственно, делаешь руками. Потому что именно совокупность теоретической и практической подготовки позволяет создавать что-то новое. И сейчас очень важно как раз, сейчас же очень популярна интеграция предметных областей информатика в биологии, информатика в химии, физика в биологии, химия в биологии, агрохимия, агробиология. Ну, то есть такое вот переплетение. Да, 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 вот такой как раз, такая коллаборация, да, и в общем вот предметных областей это очень приветствуется, и мы как раз стараемся наши образовательные программы организовать вот именно с таким содержанием. Как попасть в алые парусы, или, я не знаю, как понять родителю, что его ребенок одаренный? Или по факту дети все одаренные, просто надо вовремя заметить? Вы совершенно правы, дети одаренные абсолютно все. И важно заметить, да, вот интерес ребенка, что ему больше нравится, да, нравится ему конструктор, нравится ему наблюдать за растениями, за животными, нравится ему наблюдать за какими-то, ну, скажем так, процессами, да, маленькие дети, вот у нас у друзей, да, ребенок, например, он размачивает там салфетки в воде, да, и ему важно понять, да, вот как этот процесс происходит, что там, за счет чего она распадается. То есть, если у ребенка вот это уже есть, то есть он уже исследователь, то есть его уже однозначно нужно вот направлять в какую-либо предметную область, то есть физика, химия. Каким образом попасть к нам на образовательные программы? У нас есть сайт, у нас есть наши информационные каналы, в Телеграм, ВКонтакте, и абсолютно на все наши образовательные программы мы объявляем набор. Набор у нас начинается, как правило, вот эти мероприятия с апреля месяца, то есть на ряд программ мы уже начинаем набор в апреле, на ряд программ набор начинается в августе, может быть, в начале сентября, то есть это уже решение педагога. Мы приглашаем всех ребят, набор может быть как в дистанционном формате, не набор, а отбор уже проводить как в дистанционном формате, так и в очном. Он может проходить и в два этапа. А еще плюс мы приглашаем ребят уже по результатам их участия в каких-либо конкурсах и проектах. То есть, если ребенок там успешно выступил, например, на Олимпиаде предметной, вы можете посмотреть и направить ему приглашение. Конечно. У нас в этом году, в 23-м году, при поддержке нашего губернатора Алексея Юрьевича Русских создана региональная команда, сборная по Всероссийской Олимпиаде школьников. То есть тоже ребята проходили отбор для того, чтобы попасть в сборную и сейчас уже проходит региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И хорошие результаты есть не только у членов региональной сборной. И по результатам уже на следующий год мы тоже будем приглашать ребят в региональную сборную. А вообще отбор в образовательные программы сложный. Есть квоты-то в любом случае должны быть. Вы же не можете взять всех. Соответственно, кто-то отсеется? Ну да, конечно. Во-первых, педагог разрабатывает эти задания для отбора. И, конечно, есть определенная квота ребят, которых мы можем тоже пригласить. И педагог уже в процессе проверки работ формируется рейтинг. И по рейтингу уже приглашаются ребята на образовательную программу. Но если, допустим, отбор шел на программу продвинутого уровня, те ребята, которые не попали на программу продвинутого уровня, мы их приглашаем на аналогичную программу базового уровня. То есть у нас порядка 50 образовательных программ имеют два уровня. И, соответственно, они могут здесь уже подтянуть свои знания, свои навыки. И в следующем году уже могут быть приглашены даже по результатам обучения на программу базового уровня, на программу продвинутого уровня. То есть не получается так, что вот не прошел, все, и тут, значит, крах мечты разбитого у ребенка, он подавлен, а тут нет. Есть вариант, что, ну, надо подтянуть, вот мы тебя же и подтянем. Варианты, конечно, есть. Это, ну, скажем так, зависит, наверное, тоже от заинтересованности. Просто бывают такие ситуации, когда хотят только на продвинутый уровень, а базовый уровень вот не устраивает. Бывает и такое. Ну, тут интересно, это вот от самих детей исходит? Или, может быть, им где-то родители подсказывают? Ну, какой базовый уровень? Только на продвинутый. Ты же там суперодаренный ребенок. Ну, здесь, наверное, сложно сказать. Для меня, наверное, сложно сказать, да, откуда исходит. Ну, пожалуй, да, такая статистика, ее не посчитаешь. То есть тут вряд ли. А вообще, дети сами приходят или вот их родители приводят? Бывает по-разному. Кого-то приводят родители, вот замечают, скажем так, интерес ребенка в той или иной области. А есть ребята, высоко мотивированные, кто приходит сами. То есть ребята сами целенаправленно ищут возможности для саморазвития, самосовершенствования. То есть это уже по факту такие, несмотря на школьные годы, уже сложившиеся серьезные люди. Да. Да, такие ребята есть, и это очень радует. А с ними, наверное, и работать проще. Они мотивированные. У них более высокий запрос, они более требовательны к педагогу, к тем знаниям, которые дает педагог. Но и они дают, скажем так, более хорошие результаты. Они более результативны. Ну и плюс, наверное, вот тоже более результативная обратная связь получается. Да, конечно. В отношении именно с такими детьми. Да. Потому что они четко знают, чего хотят. Кстати, вот вы говорите, что педагоги... Кто педагоги? Наши педагоги... У нас есть и штатная педагогия, но большая часть педагогов — это преподаватели наших региональных вузов. и флагманы нашей системы среднего образования региональной. Но у нас есть педагоги, кого мы приглашаем, и из других регионов, и из других учебных заведений. В частности, вот наш замечательный тренер по направлению искусства, по фортепиано. Богданова Наталья Викторовна, она декан факультета фортепиано, центральной музыкальной школы в Москве. Она тоже занимается с нашими ребятами по классу фортепиано. Совершенно талантливый артист, талантливый педагог. Ну, все вот так удачно росло, можно сказать. Да, вот совершенно потрясающий человек, как она с детьми работает. Как правило, мы ее приглашаем не менее двух раз в год. Она проводит у нас с ребятами такие короткие интенсивные программы, мастер-классы, что позволяет ребятам улучшить исполнительскую технику. И у нас, в частности, вот наша звездочка по фортепиано Анечка Орешина уже участвовала в сменах «Сириуса», в концерте итоговом «Сириус». То есть, чему мы вот несказанно рады этим результатом. То есть, ну, результат — это все равно залог работы педагога? Да, это совместная работа. Ну, совместная, естественно. Да. Потому что здесь вот эта вот химия должна возникнуть? Конечно. Это доверие. Да. У нас есть педагоги тоже и на других образовательных программах, с других учебных заведений, с других регионов. Это готовят у нас и по литературное творчество. Нашу команду по литературе. Педагог тоже у нас с Москвы, с Сочи. Ну и, наверное, такой момент, что, ну, во-первых, это университетские, например, преподаватели, да, которые ведут школьников, есть сразу возможность где-то, ну, я не знаю, наверное, понять для себя и уже выбрать университет, может быть. Да. У нас очень честная взаимосвязь с нашим аграрным университетом. Ребята у нас активно участвуют в проектных программах, в частности, в культет ветеринарии. Курирует этот процесс дежаткина Светлана Васильевна, тоже доктор наук, профессор. Ребята у нас участвуют и в профильных интенсивных сменах. Когда они у нас находятся на смене, соответственно, они занимаются уже в лабораториях аграрного университета. То есть это уже, ну, юные ученые. В прошлом году они принимали участие в конференции. По результатам вышел сборник статей. Ну, тут такая, получается, в общем-то, всеобщая выгода. Потому что и университет может получить себе сразу студентов, ну, так сказать, в которых уже вкладывал свои знания, благодаря преподавателям. Ну да, готовых, да. Исследователей, мотивированных, да. Ну и в любом случае, вот этот вот момент профориентации ранней, наверное, он тоже присутствует? Ну, это тоже одна из наших задач ранней профориентации. С этой целью как раз у нас мы реализуем проектные программы. В этом году, допустим, у нас тоже одна из таких программ, как беспилотные авиационные системы. У нас тоже ребята занимаются вот на регулярной программе в дистанционном формате. И, соответственно, мы проводим профильные интенсивные смены. Педагоги у нас с нашего авиационного колледжа. В общем, ребятам тоже очень нравится. Ну, там так в авиационном колледже направление серьезно развито. То есть, опять-таки, там и мощности позволяют, и лаборатории шикарные. В общем, все детям открыто сейчас. Все возможности главное взять и получить эти знания для себя. Да. А вообще, если брать такой момент, что приходит ребенок в определенное направление, и педагог, может быть, понимает, что надо сменить немножко вектор, в другую сферу направить, потому что туда на самом деле он хочет. Такое бывает? Такое бывает. У нас работает психолог. У нас есть программно-аппаратный комплекс, который позволяет определить вот ту профессиональную предметную область, где ребенок может, скажем так, наиболее яркость и полность себя проявить. То есть, эту работу мы тоже ведем. И если педагога замечает, да, что вот ребенка больше склонность немножечко вот чуть-чуть как-то в другой предметной области, то мы уже разговариваем с родителями и совместно, скажем так, вот вырабатываем определенную стратегию действий. Но тем не менее, если ребенку нравится, да, допустим, что-то может не получаться, но ему очень это нравится, то, соответственно, педагог оказывает ему поддержку и помощь, да, и проводит дополнительные консультации. Ну, то есть, почему нет желания ребенка? Нужно поддержать. То есть, нет такого, что все-таки вот в другое направление, и все. Нравится, мы подтянем, мы поможем, сделаем, отработаем вместе, и все у тебя получится. Конечно. То есть, такая плюс еще... Главное желание ребенка. Вот это вот. То есть, чтобы у него было желание, была мотивация. Если есть мотивация, то, конечно, однозначно все получится. Вот сейчас многие родители говорят, ну, не все, конечно, но тот момент, что ребенок, ну, вот он пропадает в телефоне, да, ну, как вот сейчас все во всем винят телефоны, да, вот пропадает, и ничто ему не интересно. Ну, наверное, главное, чтобы гаджеты, как мы называем, да, они использовались во благо. Важно, я всегда говорю, да, если у тебя возникает какой-то вопрос, да, то есть, либо открой там словарь, либо посмотри, да, но только важно знать, где смотреть, и критичное все-таки мышление, критичное отношение к получаемой информации. То есть, если это используется во благо, то, конечно, да, к сожалению, мы во многом уже вот не можем обойтись, да, ни без телефона, ни без планшета, да, это и образовательный контент, да, дистанционный, это и просто взаимосвязь, да, ведь та же видеоконференц-связь, тоже дистанционное обучение, это опять же при помощи, то есть у тебя либо компьютера, либо планшет, либо телефон мы получаем информацию. Какие-то, ну, то есть ряд проектов тоже выполняется при помощи гаджетов, да, то есть здесь важно понять, что там ребенок делает, вот, и направить уже вот в нужное русло. Здесь многое зависит тоже от нас с вами, от взрослых, и тоже от нашей вовлеченности в этот процесс. Ну, это уже можно, я не знаю, целое направление отдельное выделять, это, так скажем, обучение использованию гаджетов. Ну, как бы... Да, конечно, но это тоже, скажем так, ну, в нашей с вами жизни это тоже есть. Мы все обучаемся, да, правильному использованию. Не только просмотр там какого-то вот видеоконтента и сообщений, но нас же тоже учат использовать гаджеты вот именно для учебных целей. Ну, и плюс, наверное, из семьи, потому что если ребенок видит, что там, я не знаю, отец постоянно играет, то, ну, вряд ли он не будет играть. А если он видит, что взрослый человек может там читать, какие-то, наоборот, там полезные советы выбирать, что-то, ну, такое полезное... Проектировать, создавать. Да, 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 там рисовать, что-то монтировать. То есть он понимает, что это не только про развлечение, это еще и про интересное времяпрепровождение, ну, так скажем, созидательное. Конечно. Из семьи идет очень многое. То есть все равно такое, ну, любое обучение – это ребенок, педагогка и родители? Нет, это совместный труд. Хороший результат, высокий результат достигается в том случае, как раз вот когда соблюдается вот этот ряд. Это как раз... А с родителями вообще насколько плотно работаете? Ну, с родителями мы практически постоянно тоже на связи. Это сообщения, это вопросы по поводу посещения занятий ребятами. То есть у нас есть и чат, где мы стараемся тоже быстро, достаточно отвечать на вопросы родителей. То есть, ну, в принципе, у нас достаточно такая плотная связь. А вообще это сейчас, ну, полезно? Потому что, я не знаю, тоже некоторые жалуются. Вот есть там чат с учителем, ему там в три часа ночи неожиданные вопросы начинают сыпаться. Соответственно, человеку это не нравится. Тут копится какое-то раздражение. Родителям не нравится, что им сразу не отвечают. Ну, есть определенные стандарты, да, что, допустим, вот на вопрос ответить в течение шести часов. То есть там прям есть какие-то конкретные, можно сказать, правила. Ну, мы стараемся, да, этому следовать. Но да, конечно, бывает, что у нас же у всех с вами разная активность. Поэтому хорошо, что родителям интересно, и вопросы возникают. А, то есть это наоборот хорошо. То есть если от родителей нет вопросов, то это странно и подозрительно. Или нет? Ну, наверное, это не странно и подозрительно. То есть бывает, да, что это тоже некий маркер, да, что, допустим, все идет в определенных рамках запланированных. Но когда возникает вопрос, в общем-то, это тоже нормально. К учебному процессу. Вот в самом начале еще надо было уточнить. Протяженность вот этих вот смен. Вы говорите, что вот... Как это происходит? Если мы говорим про профильные интенсивные смены, то, как правило, у нас смены не более девяти дней. Вот. То есть у нас есть смены по пять дней. То есть заезд в понедельник, выезд в пятницу. Бывает смена вот двухнедельная. То есть это куда все выезжают? В Крестово-Городище. Это вот в Крестово-Городище, да? Если мы говорим, да, про профильные интенсивные смены. Вот. Учебно-тренировочные сборы у нас проходят и вот на базе кампуса, и на базе центра. То есть и в ежедневном режиме все это работает, и вот такими сменами? Да, да. И такими сменами. А вообще, как, я не знаю, наверное, такой последний вопрос все-таки, как родителю есть, может быть, какой-то совет разглядеть в своем ребенке его одаренность? Ну, может быть, предлагать ребенку попробовать себя в различных предметных областях, что ему больше понравится, да? Нравится ли ему выращивать растения? Нравится ли ему наблюдать за насекомыми? Несет ли он домой этих насекомых, да, и животных? Нравится ли ему, скажем так, что-то собирать, создавать из конструктора? Нравится ли ему, вызывает ли у него интерес, да? То есть как устроен тот или иной прибор? То есть вот уже по этим, вот, скажем так, интересам ребенка уже, наверное, тоже можно понять, куда, в какую область его направить. То есть главное дать ребенку вариативность? Да. Попробовать все? Да, совершенно правильно. Попробовать все. И вырастить растения, и понаблюдать за насекомыми. И там он уже сам для себя даже поймет. Да, и определится. И это будет максимально безболезненный такой момент. То есть потом не будет, что вот родители меня готовили к тому-то. Нет, дорогой мой, ты попробовал все и сам это выбрал. Конечно, тем более достаточно большое количество образовательных программ у нас вообще в системе дополнительного образования. Что ж, Татьяна Александровна, спасибо большое за интересную беседу. Вот как время пролетело. Телезрителям напомним, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Александровна Хмелевская, директор Центра выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области Аллы Паруса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова